Мы же материалы готовим какие-то критические, да? Мы их для принятия мира отсылаем. Есть законы о печати. В течение 30 дней там должны чиновники ответить о принятых мерах. Да, мы посылаем для принятия меры. Пусть мы официально письмо в чьем, допустим, опубликован такой-то материал, просим принять меры и сообщить нам. Понимают меры, кому-то помогают, где-то ремонт делают, не знаю, где-то там какие-то вопросы решают. Чьян, понимаешь, он такой журнал, в принципе, народный ведь. То есть вы с помощью карикатуры это понимаете? Нет, с помощью конкретных письм. Вот у нас есть рубрика Чьянская почта. То есть нам до сих пор пишут письма или обращаются к нам, и мы эти письма, видишь, опубликовываем. Это конкретные письма с конкретными проблемами людей. Коммунальная засуха, без вины виноватая и все такое. Вот. Мы по этим письмам обращаемся или по фильтонам, по нашим, где конкретные факты содержатся. Мы обращаемся в какие-то ведомства, просим принять меры. Ну и часто меры принимаем, но реагируем. А бывают другие газеты или интернет-издания, как бы ссылки дают на вас по сообщениям? Я на что? Нет, конечно. У нас же жутливые все сообщения, понимаешь? Используют карикатуры, используют наши тексты, но, как правило, не ссылаются, да? Ты знаешь, ну, бывает и ссылаются, бывает и не ссылаются. Ты знаешь, я на это проще смотрю. Сам придумал. И я не бросаюсь там куда-то в суды за авторские права, там, наказывать их за то, что меня обокрали или наш журнал. Я считаю, что народ повеселился нормально. А нашим коллегам из районных газет, из городских наших, республиканских, я наоборот рекомендую. Говорю, берите. Ну, пусть ссылка будет. Пусть ссылка будет у нас в гостях журнал «Чия». Ну, здорово же. Ну, 1 апреля, сейчас вот такой оживляж пошел, немножко первоапрельский. О, там, пришлите, там, что-нибудь свое чьяновское. Да. Чего-нибудь чьяновское пришлите, пожалуйста, подбор поприсываем, они у себя опубликуют. И им хорошо, и нам лишняя реклама не помешает. Вообще, позитивные люди работают? Ну, то есть, сатирик, он веселый человек или он в эту... Ну, как ты думаешь? Ну, как ты думаешь? Вот разве можно грустным человеком работать в «Чияне»? Каким-то там, ну, с меланхоликом или мизантропом. Нет, про того же, например, про того же вот этого Иванова вокруг смеха говорили, что он очень был такой человек, да, замкнутый. Ну, вообще, есть такое мнение, есть такое мнение, что сатирики, юмористы, они люди с желчиной такие, знаешь, замкнутые. Тяжелые? Да, тяжелые. Наверное, есть такой тип. И он сам бы даже удивлялся, почему смеются на его шутках. Наверное, есть такой тип людей, но как-то я встречал более таких вот раскованных, веселых. То есть, тебе в коллективе легко работать? В принципе, да, почему нет. Тут, конечно, как-то, естественно, обоих людям произошло. А на 1 апреля принято у вас разыгрывать в «Чаяне»? Ты знаешь, если кто-то разыгрывает, ради бога, но в принципе, в принципе, 1 апреля уже все, значит, приходят уже настороженные такие, уже, знаешь, там, как бы чего там. Ну, розыгрыши были, да, такие? Были, но я не понял, серьезно. Таких вот, ну, по мелочи, может быть, разыгрывали, друг друга, там, прикалывались, а так, чтобы что-то глобальное там сложить. Зайди, говорит, отмерите, квартиру бесплатно берите. Да, да, ну, это не шутка. Это обычный рабочий день лишь.